Оказаться в мире детства не так уж и сложно. Выставка «Старый-старый Новый год», которая открылась в Музее Первого Совета, в этом поможет. Сотрудники Музея камня и историка Краеведческого музея имени Буррилина предоставили Ивановцам возможность вспомнить, какие атрибуты сопутствовали Новому году на протяжении 20 века. Ностальгия, которая присутствует в каждом из нас, в каждом человеке, в каждом жителе города Иваново, Ивановской области, она должна найти отражение в этой выставке, поскольку с дня ней представлены предметы новогоднего культа, новогодние предметы, это различные маски, это новогодние игрушки, которым украшали в советские времена, ту же самую елку, а также атрибуты и очень много газетных вырезок, каких-то выступлений, журнальных публикаций, которые касаются непосредственно празднования Нового года. О советском прошлом здесь напоминает все, в том числе и открытки. Вместе с историей страны менялась их тематика. Во времена Второй мировой изображать елку было не принято. Неизменный атрибут праздника появится позже. Ни один посетитель выставки не останется равнодушным, глядя на елочные шары, которые когда-то в детстве украшали домашнюю елку. Очень было приятно побывать здесь, посетить выставку, окунуться в этот мир старых добрых вещей, с которыми связано очень много всего, конечно, детства. Ну, сейчас уже по прошествии многих лет, конечно, особенно приятно это на все посмотреть. Тем более, что здесь так все подобрано очень аккуратно и продумано. В своей истории есть и украшения для макушки новогоднего дерева. На верши популярная форма пики в основном использовалась в Западной Европе. В Первую мировую войну, помните, вот эти кайзеровские каски, у них вот это кончание как раз очень похоже на такие вот пики. И у нас, в нашей стране, она была, естественно, запрещена. А вот это вот как раз, вот такая вот пика, она появилась уже, когда началась эра космическая. Вот как раз здесь вот видно, да, вот уникальнейший пик, когда видно, вот планета Земля, от нее стартует ракета, вот сама ракета. Особого внимания заслуживает коллекция фигур главных зимних волшебников Деда Мороза и Снегурочки, выполненных с папье-маше, опилок, ваты, гипса и фарфора. Сотрудникам музея камня удалось собрать почти полторы сотни этих сказочных персонажей, самым старших с которых уже почти 70 лет. А идея коллекционировать фигурки началась с простой ассоциации. Есть такой камень, как горный хрусталь. Хрусталь переводится как лед, лед ассоциируется с зимой. И совершенно случайно как-то мы фотографировали и стали делать фотографии, сочетали Дедов Морозов и кристаллы горного хрусталя. И как-то сама идея стала развиваться и выросла в такой музей. Вспомнить детство и, возможно, найти свою любимую елочную игрушку среди экспонатов можно будет до 28 февраля. Если ваше праздничное настроение вдруг где-то затерялось, выставка «Старый, старый Новый год» поможет его найти.